Зато закрытое административно-территориальное образование, в котором расположены промышленные предприятия по разработке изделий военно-промышленного комплекса, переработки радиоактивных и других материалов, военные и иные объекты. В ЗАТО установлен особый режим безопасного функционирования и охраны государственной тайны. Это включает в себя специальные условия проживания граждан. Город Саров Расположен в Нижегородской области Общая площадь – 232 квадратных километра Население – 95 тысяч человек История города настолько богата, что нам не хватит и фильмы рассказать о ней все. Скажем только, что поселок Саров был изъят из административного подчинения Мордовской АССР 17 июля 1947 года. Это и было началом истории закрытого атомного города Сарова, когда-то называвшегося Горький-130, Кремлев, Арзамас-75 и Арзамас-16. Перечислить все варианты досуга в городе нам также не хватит одного сюжета. В Сарове есть все, чтобы насыщенно и максимально разнообразно проводить свое свободное время. Мы же расскажем о самых ярких и необычных из них. Армир – ассоциация ролевого моделирования и исторической реконструкции. Мы занимаемся и ролевыми граммежевого действия, и исторической реконструкцией. Что касается исторической реконструкции, это у нас стрельцы 16-18 века. Московская армия, первая регулярная в мире, можно сказать, придумана Иваном Грозным. В течение целого века была гвардией московских царей до самых петровских времен. Эта эпоха крайне интересна, поэтому мы в свое время, когда выбирали тему для направления исторической реконструкции у нас в клубе, взяли именно стрельцов. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В этом году ребята проводят сами или посещают различные военно-исторические фестивали. Самый крупный из них – времена и эпохи, которые регулярно проводят в Москве. Ещё один из самых популярных видов досуга в Сарове – танцы. Любые ритмы, движения и настроения. Здесь и сальса, и бачата, и кизомба, и бразильский зук, и ригетон. Приехала я в 2013 году. В тот же год мы провели первое наше занятие. Сначала это было на базе одного из муниципальных учреждений города, потом на базе ещё одного учреждения, но я там являлась официальным педагогом. И впоследствии мы уже открыли свой зал, в котором занимаемся уже порядка 7 лет. То есть мы за это время росли, развивались от такой маленькой группы где-то вот в досуговом центре до крупной студии, в которой люди приходят в любое время без ограничений и могут заниматься здесь танцами. Есть определённая целевая аудитория, которая хочет и любит танцевать. Кто-то втайне мечтает, кто-то планирует, что вот он «я соберусь и я приду». Мы очень часто слышим от наших уже учеников, как давно человек следил за нами в соцсетях, смотрел наше видео, как давно он хотел прийти и связать свою жизнь с танцами. Для обычного человека социальные танцы – это что-то вроде новой точки развития и фактора роста, когда он может не просто научиться танцевать и проявлять свои какие-то навыки на вечеринках. Это возможность привить себя в соревновательном моменте. Это очень круто, когда человек видит не только возможность просто потанцевать, когда у него есть ещё возможность это применить и себя показать, показать свой уровень и навык, показать, что он вложил очень много времени, работ, сил для того, чтобы достичь определённого результата. Это очень классно. Для молодёжи, которая нацелена на развитие в себе предпринимательских качеств, в городе работает акселератор «Социальное проектирование», а также клуб салонных игр «Умники» и «Умницы Сарова». Мы – это организация, которая создана для того, чтобы не контролировать бизнес, не ругать, не наказывать, а для того, чтобы любить его, оберегать и помогать. Ну и, я так понимаю, у нас это получается. С 2020 года мы совместно с Альянсом «Атомные города» его проводим. Уже группа набрана, и мы ждём уже старта первых онлайн-сессий акселератора. Очень благодарны, очень рады тому, что в Сарове, конечно, есть возможность, благодаря Альянсу и лично Марине Фроловой проводить этот акселератор. И очень много интересных проектов, конечно же, у нас в этом году будет представлено. Вот акселератор «Социальное проектирование» – это «Росатом». Акселератор «Путь к успеху» у нас в НЕЭВ градообразующие предприятия выделяют финансирование для начинающих действующих предпринимателей на реализацию социальных проектов. Ну и, конечно же, продолжаются разного рода обучения, семинары. И с 2021 года, в общем, мы в 2021 году заинтересовались вопросом такого модного современного направления, как бизнес-игры. Последние годы, да, молодёжь активно идёт в предпринимательство. Это очень ценно. Мы решили также с этого года подогреть интерес молодёжи. Мы сейчас выходим в школы для учащихся восьмых, девятых, десятых классов. Разработали собственную такую программу в интересной игровой форме, знакомыми с предпринимательством. И у нас государство в эту сторону развернуто, да, предпринимательство, и можно готовить с детства. Молодёжь есть. Если говорить в понимании молодёжи в соответствии с законодательством, то до 35 лет у нас очень много предпринимателей. Но с прошлого года ещё стали доступны гранты молодёжи. У нас стало появляться много ребят до 25 лет, от 18. Есть даже моложе ребят, которым интересна предпринимательская деятельность. И они получают государственную поддержку и открывают своё дело. И это тоже очень ценно. Индивидуальные и групповые сессии проводят игропрактики, психологи и коуч-тренеры, помогая слушателям развивать свои навыки через игру. Клуб существует уже почти 10 лет. 10 лет он не угасает. В течение 10 лет приходят новые люди, организовываются игры один-два раза в неделю. Приходят новички, новые люди. Приходят студенты, приходят и возрастные люди. Очень много работников РФЦ МНЕФ, в которых, собственно, я работаю. И непосредственно сотрудники Росатома. Приходят просто горожане абсолютно всех профессий. Такая специфика нашего города, что он маленький. И приходить, поиграть в игру, где собираются очень много разных людей в очень маленьком городе. Это способ отзавестись хорошими знакомствами, например. Поэтому в городе и так почти всех всех знают. А тут ещё и за одним столом открывают себя как-то по-новому. А после игры ещё и собираются в какие-то другие, допустим, мероприятия по интересам. Такая ещё интересная специфика есть – находят вторые половинки. Я в том числе, допустим, свою супругу встретил именно в клубе нашем «Закрытый город». За 10 лет провели свадьбы не менее трёх пар, наверное. Именно познакомившись на играх в салонную мафию в нашем клубе. Основой клуба стал молодёжный центр «Сарова», который предоставляет помещение два раза в неделю на бесплатной основе. Поэтому мероприятия абсолютно бюджетные. Не каждый город может позволить себе такое. Мы здесь начинаем с того, что делаем запрос на игру. То есть с чем пришёл участник, что он хочет посмотреть, что он может быть в чём-нибудь. Сейчас затык есть какой-то небольшой. И дальше игра. Здесь создаётся такая атмосфера, да? То есть игра показывает нам с помощью заданий, да? То есть участники делают ходы. Игра нам показывает, что мешает и что можно проработать. Я вас всех приветствую. Я очень рада, что вы нашли время для себя, в первую очередь, и пришли сегодня на игру. Я надеюсь, что вы уже подготовили свои запросы. Правильно вы, в принципе, все знаете. Я бы хотела узнать про вас. Просто имя, да? И какие ожидания от игры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! В Сарове хорошо жить. Наши московские друзья говорят, что в Москве хорошо работать, а в Сарове хорошо жить. Это был наш один день в городе Саров. И если решите здесь жить и работать, то и ваш. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!